Я волшебник В некотором царстве, некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был помещик. У помещика был кот, звали его Васька-муська. Помещик любил Ваську-муську, и кот свою кошачью работу выполнял хорошо. В хлебных лобазах ловил крыс и мышей. Когда хозяин прогуливался, Васька-муська мог нести во рту до фунта весом гостиниц из лавки домой. И крепко любил его за это помещик. Двадцать лет держал кота Ваську-муську. Наконец Васька-муська старый стал. Усы у него выпали, глаза худые, сила совсем мала. Не может крыс ловить и мышей давить. Надоел помещику Васька-муська, схватил тот кота за загривок, выбросил на задворок и пнул ногой. Побежал Васька-муська и заплакал. Стал думать, как жить до смерти. Потом придумал. Дай-ка я помру у лобаза. Пойдут крысы да мыши пить, так меня и увидят. Взял, да и помер Васька-муська. Увидали крысы да мыши, обрадовались, что Васька-муська помер. Стали мыши свистать, крысы кричать. Помер наш неприятель. Сбежались все крысы и мыши к Ваське-муське и решили, что надо бы схоронить Ваську-муську, чтобы он не ожил. Было их около десяти тысяч. Притянули они артель на дровни. Закатили Ваську-муську на дровни, а он лежит, не шевелится. Привязали штук семь веревок, стали на лапки, веревки взяли через плечо, а около двухсот мышей и крыс сзади с лопатками да кирками. Все идут, радуются, присвистывают. Притянули Ваську-муську на песочное место, на боровинку на сухую и начали копать яму всей силой. А Васька-муська лежит и маленько смотрит. Выкопали яму очень глубокую, метра три. Вылезли копари из ямы. Теперь надо Ваську-муську в яму толкнуть. Взялись, кто за шею, кто за хвост. Как зашевелился тут Васька, мыши прочь. Как вскочил Васька-муська, да давай их ловить, да в эту яму складывать. Бегают по песку, а скрыться некуда ни мышам, ни крысам. Набил ими Васька полную яму. Досталась ему еще музыка до сотни-полторы лопат. Богато стал жить кот, лопаты продает, себе рыбы покупает, да в музыку играет, да из ямы мышей добывает. Живет, не в сказке сказать, не пером описать. Лучше, чем у помещика. И сам себе стал хозяин Васька-муська. Тем и кончилось. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.